Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И направо будет одно из моих любимых мест Парижа Это Пале Рояль И за углом вот тут, чуть дальше, находится Лувр Известный многим из вас Вот такая красота Что делаете? То есть вы только приехали, а уже фоточки пилить начали А ты скинь, я сама удалю У меня не видно ни глаз, ничего А еще вы не знаете, что сегодня у Шу день рождения, она тоже в расфокусе Шу-то в расфокусе в честь своего дня рождения Ну в общем, Шу, с Дима рождения Спасибо большое, Саша А ты где? Калиша А сколько тебе исполнилось? Три троечки Три троечки? Это тебе 333 года? Две троечки С Дима рождения Спасибо Мы заселились в отель И сегодня день рождения госпожи Шу Спасибо, Саш Пожалуйста, Дима рождения и исполнения твоих желаний Спасибо большое Спасибо большое, Саш Пожалуйста Ты самый лучший Спасибо Что из дня рождения? Ой Рядом с нашим отелем находится одно из моих любимых мест Это Пале Рояль В 6 часов вечера вот эту зону, там темно сейчас за моей спиной, закрывают Вот Город уже украшают к Новому году Даже к Рождеству, скорее, я сказал бы И вот по всему городу стоят вот такие скромные елочки Они практические Да, очень красиво все это выглядит И мы сейчас по кругу обойдем Да, настоящие Мы сейчас по кругу обойдем Пале Рояль И вот с той стороны, где мы были только что, там винтажные магазины А сейчас мы выйдем в люксовую сторону Ну, что мне особенно нравится В люксовую сторону Пале Рояль И там магазин Стелл Маккартни Там магазин Рик Овенс Там магазин Акне И чуть-чуть погуляем Очень, конечно, здесь красиво Обожаю это место Там еще луна за моей спиной Как красиво Всем привет, я в Париже Очень красиво О, Пале Рояль закрывается Я с вами уже здесь еще Вот такая ток Иванов, ты умрешь Зубы еще На стене реально Смотри Смотри Здравствуйте Здравствуйте Привет. Попробуем попробовать эту полную кольку? Я думаю, в этой размере. Какая красивая биджа. Это последняя? Это последняя? Мы попробуем. Это для него? А для тебя? Смотри, Иванов какой красивый. Кстати, Стелл Маккартни производит вещи из искусственных материалов всегда. А вот этот искусственный мех, Боже, это просто... Давай, кружись, Саш. Кружись. Ну, красиво. Как будто ты блогер. Да. Раз, два, три. Уи. 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 Чёрная прикольнее. Да. Это подешевле. 1395 евро. Надо брать. Да, надо брать на днях. Угу. Очень красиво. Просто это классная, но она сумасшедшая. Это сумасшедшая, но более реалистичная. Ну, мне вообще она не нравится, но та слишком, конечно. Ну, а что ещё делать, если не такие штучки носить? Жизнь? Слишком, кажется, простите. Обычные шубы, да? Здравствуйте. 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 Ну, без попуски ушли. Ну, что? Сейчас что? Вот это уже люблю, этот моментик. О, Саша. Милота какая. Я похудею, обязательно куплю. Мы сейчас... Там был расхокус у нас просто. Сейчас в магазине Maison Fabre здесь продаются классные перчатки. Базовые и всякие сумасшедшие. Ну, видишь, глазами? Они как бы говорят, купи меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пойдёмте там, мы прийдём рекоунс. Если дизайн не изменили, то там в углу у магазина стоит чучело восковое рекоунсс. Вот, подними, пожалуйста, вот, сейчас видишь в углу реально чучело рекоунсс. Когда вы два три раза по стороне не ложат. Сейчас я сниму. Давай. Давай. Теперь я посмотрю на дворец. В левом углу. ничего себе смотри прям реально настоящий и нет кто такой вечерний променад у нас сегодня еще праздничный ужин впереди у нас праздничный ужин мы все блестим особенно шу в зеркале и я мы пришли в ресторан de la belle époque и здесь меню только на французском они все-таки понимаем слава богу с нами стива-но который говорит французский а по моему шуфлуру крем и по мадам авокат кревет авокат авокат но авокат авокат но а перед авокат а Медленно? Медленно? И есть что-то на стороне? Машпотечо? Фрэнш фрэйс? Фрэнш фрэйс Фрэнш фрэйс Для мадам Булет фрэмьер И для вас? Угу 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 У меня есть что-то особенное Угу 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 В общем, меню на французском Слава увезти ванов, который говорит и понимает И переводит на все И в итоге мы все это всего поназаказывали И сами уже не поняли что В общем, будем ждать и есть И поздравлять с днем рождения Ну, в общем, с днем рождения С днем рождения Доброго вечера Бонсуа 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 Угу 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 Все 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 Сейчас шутом пыталась совершить Невероятное преступление Вот он вам сейчас показывает человека спиной, в кепочке и с красной курткой на стуле, это очень крутой чувак, на самом деле его зовут Оливье Зам, и он является главным редактором журнала Purple, я не знаю, существует этот журнал, да. Знаешь, что нужно платить в туалет на яичке? Правда. Заплату на сумму здесь. Ну, если стоишь, прожди, мне сейчас тебе расскажу историю. Хорошо. Ну, в общем, за туалет надо платить деньги. Я не писаю. В общем, будем терпеть до отеля. Вот Оливье, он очень крутой, и он прям классный. Вот, я, на самом деле, не первый раз его в этом ресторане вижу, видимо, это его любимый ресторан. В общем, запомните, это ресторан La Belle Epoque. Лучше заранее забронировать место, как это сделали мы. Все, мы поели. Просто, если вдруг вы не поняли, то мой пиджак посвящен Парижу. Ой, красиво. Слушай, с днем рождения. Спасибо, Саша. Как тебе ужин? Очень вкусно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, Саша. Пожалуйста, Оль. В общем, я в фокусе и в расфокусе. Мы счастливые, довольные. Наконец, отужинавшие, обойдем в отель. Доброе утро. Мы пришли в кафе Китсунг. Есть такой бренд Мизон Китсунг. У них есть свое кафе, которое называется кафе Китсунг, как ни странно. И будем завтракать. Тостами с авокадо и... Как это яйцо называется? Бенедикт. И Бенедикт. Приятного аппетита. Спасибо, Саша. Пожалуйста, Оль. Ну, здесь я все что заказали. А, это гриб огромный. Да. Яйцо по огромному грибу. Грибе. Грибе. Вот это все, это гриб. Они любили гриб. Это какой-то огромный гашлий гриб. А какой-то белый? Какой? Местный какой-то. Ну, так что это гриб? Такой портабелло большой. Вот такой портабелло гриб. В него всякое насыпано. Это яйцо, которое лопается, когда ты начинаешь резать. Гриб. Вкусно? Ммм. Попробуй. В грибе. На, усовый в рот. Можешь что-то за ним вырезать? Вкусно? Угу. Это вкусно. Просто прикольно, что это не в булке. А в чем? Не понял, в чем как. В грибе. В грибе. В грибе. В какой-то веке у меня не селфи-влог, а... Ммм. Пошел в бок. Все, мы поели. Ваш любимый песня? Да. Ваш любимый песня? Да. Ваш любимый песня? Ваш любимый песня, Танинга уже рассказывал об этом магазине. Это магазин Мезон Назалар, здесь отдельно русской магазин, и через несколько домов женский. И мы сейчас зайдем сюда и посмотрим. вот такие вот эти прикольные 890 евро стоит по миру красиво и красивый руковод я принц я не хочу померить пиджак с подобным накатывать смотрится тоже как у брендов пересекаются идеи вот мы попозже блин стяги окажемся что будут похожи рукава почему вы это почему вы это да снимать поэтому прекращаю видеосъемку из магазина на зон нажала в париже вот наша первая парижская покупка иванов вторгается в поле рояль как круто все-таки может быть и попсова я обожаю это место красиво просто круто да красота невероятная а вот такой у нас какой-то непонятный настроенческий влог будет ладно себя тоже покажу поле рояль пока все заняты вообще просто супер сегодня кстати если вы еще не поняли у нас шопинг-дэй то есть сегодня будут магазины просто сказать что нам не надета на мне шуба из эко-меха от бренда не ворот и кстати лично дизайнер передавал мне привет и благодарю за такой потрясающий выбор мил май француз а на мне толстовка баленсиага на нем все написано маленькая сумочка как пакетик тоже баленсиага джинсы ватмо ватман датименс кроссовки оттуда же кстати самые удобные кроссовки в мире и стаканчик с кофе из кафе китсун а шапочка а шапочка шапка обычная шапка правда это мой видео дневник я александрогов осторожно выпади к нам подошел работник поле рояль попросил не снимать то что по нашим нарядам он понял что нас больше чем 20 тысяч подписчиков а если посчитать сколько у нас подписчиков на всех троих то там зашкалит поэтому нас попросили оплатить съемку либо прекратить ее и мы что сделали прекратили у меня сегодня в планах очутиться в шоуруме баленсиага но у вас с собой взять туда не смогу потому что там запрещено снимать но зато я посмотрю уже следующую коллекцию бренда и наслажусь этим саш неделя моды закончилась предлагаю организовать свою неделю моды роба фэшн веке пэрис да так какой у нас план мы сейчас идем на левый берег на так называемый риф гош именно здесь в этом месте чуть больше года назад я узнал о том что риф гош это левый берег и что риф это берег а гош это левый мы зайдем в магазин три слона там где запрещено снимать вы не увидите как он выглядит внутри но если будете в париже обязательно глаза вынимите и знаете что у некоторых магазинов всегда закрыты двери нужно позвонить звоночек вам откроют зайдите туда как музей не взять и потом я зайду в шоу-рум баленсиага куда вас с собой взять не смогу поэтому просто порадуйтесь за меня а вот сейчас внизу происходит то о чем мечтает каждая девочка а наверняка это называется романтическая фотосессия в париже с любимым я тебя люблю и я тебя тоже я буду любить тебя вечно и буду целовать тебя на входе седы а все сходки все все пошли дальше то как отопления отопления перед нами остров ситтер которого история парижа началась там видно нотр-дам-де-пари который совсем недавно полухал это что представляю эпичность это картина что это было ужасно сердце разрывалось Вот я каждый раз приезжаю в Париж уже раз в десятый, наверное, и каждый раз это впечатляет, это невероятно. Мы добрались до женского дриса, но я вам уже рассказывал, что там снимать нельзя, это точно. Знаете, они будут очень ругаться. Вот так, с очень красивыми витринами, и там на самом деле как музей. Всем рекомендую заглянуть, чтобы понять, что же у дриса в голове. Пойдемте внутрь. Вот, смотрите, я вам рассказывал, как раз звоночек вот сюда нажимаю. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нельзя снимать. Сиди. Вот такой свет представления в витринах Le Bon Marchant. сколько раскачивается мой вот-вот-вот выворачивается да ночи мы как дураки как будто нам по три годика стоим пялимся в витрины любой марши это мило вам понравилось аплодируйте иванов как ботинки твои просто как мы тестируем маржелла до в париже мягкие а мы ищем шоу-рум баленсиага сейчас я зайду я пойду так марат меня провел святая святых покажу вам просто чуть-чуть как это выглядит вот это вот огромный шоу-рум баленсиага и там сейчас идет заказ коллекции это что это при фол припас следующий это уже 21 год но вы ничего не увидите потому что иначе меня убьют поэтому просто покажу потрясающий ковер вот так вот так а грейс на лап новое прочтение все включение заканчиваю поделюсь с вами впечатлениями конечно очень жалко что нельзя было снимать потому что баленсиага никому не показывают коллекции до старта продаж практически даже логбук никому показывать нельзя но я сейчас был прям святая святых вообще мне кажется брендом люксом надо иногда для клиентов устраивать такие вылазки в шоу-рум потому что это очень впечатляет столько всего то есть я сейчас видел все аксессуары всю обувь всю одежду префол следующей зимой представляете столько всего захотелось сразу купить поэтому просто сейчас пойду в магазин баленсиага и накуплю себе там чего-нибудь уху со скидочками все такое видел такое смотрел с ума не сошел я думал мне интервью брать будете рассказывал что рассказывать снял что-нибудь и этом нельзя да вообще висит привет зима следующего года я ходил тыкал пальцами орал что мне вот это надо вот это надо вот это надо вот это надо еще вот это надо и вот это надо снял только ковер разноцветным клеем продолжаем нашу экскурсию по парижу наша группа распалась на части шу наслаждается иванов куда-то спешит говорит хочет есть а я вам показываю красивейшее место это мост александра третьего вот увидите впереди эйфелева башня но туда мы сегодня не пойдем дом инвалидов здесь очень красиво чё фоточку решила сделать нет ну давай вот здесь и девушки ставят что они уйдут а потом вот туда мы пытаемся сделать фотку но нам чуть-чуть мешает да вот сделай как делал да чуть-чуть выстави нет блин он мне снимал тут все это время а да кстати у нас есть плохая новость 5 числа а это день когда мы должны улететь в москву в париже будут забастовки а что это значит возможно не будет ездить такси возможно будут перекрытые станции метро одни мои знакомые недавно попали уже в похожую ситуацию было не очень приятно поэтому я сегодня вечером на ресепшене в отеле буду просить заказать нам какой-то шаттл или какую-то специальную машину чтобы спокойно добрались до аэропорта на сегодня мы об этом думать не будем будем просто гулять а с вами вместе пешком добрались до гнев антей чуть позже пойдем обедать и сейчас идем туда полиция туда можно нам все вместе войти потом тоже нельзя снимать и вот здесь все основные магазины из амаран и вот полиция и так блин сяга для меня были отложены высокие невероятно красивые сапоги красный свитер три пиджака и еще такое пальто решил примерить с погибомбо и или да все за 41 но мне подъем еще высокий не прохожу даже если я пройду я просто потом не сниму пальто в мои планы не хватит красивая пальто красивая пальто но если его можно назвать красивым конечно странная не красивая да чуть не то да экономим дальше мне кажется тоже будет маленький в общем я еду снова на вторую линию или как он назвался не он маленький первую смотри капец не это не прикольно еще и волдыряно и нужный вариантик тоже узкий но здесь не волдыри не а мы же проклеили да все да но это не красиво да уже три вещи не подходят мы проверяем бомж закетит ой бомж какой он маленький а че ж такое маленькое у тебя два у тебя вот это будет было это не 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 а л это что не и мне не подошло ничего так спать я не влез хотя взял бы их пиджаки некрасиво все мало или некрасиво в общем вот все одна попытка шопинга лоэва а там можно снимать короче это женский лоэва есть мужской лоэвы мы туда сходим он рядом с гучи мы сначала поедим в общем сейчас важный момент мы будем обедать в ле-авеню в этом ресторане есть тайный фейс-контроль в общем если ты проходишь тебя сажают на улице если вроде ничего тебя сажают внутри в начале ресторана но если прям совсем отстой то наверху у нас посадили снаружи столик оформят будет наслаждиссимо интервью ну что за вас спасибо шоу понес уже боже как это атмосферно вообще за тебя саж давай еще раз еще раз спасибо за меня саж вот чем все занимается в париже винишко а и и но а все с и и и и и на всех языках разговариваешь да а сколько ты знаешь языков русский французский и английский язык любви а кусать по периметру кусать по периметру а вообще давай саш рассказывать где и просто уже пофиг вот что взять рогов шоп рогов шоп пожалуйста свитер почти сколько стоит саш 1100 евро а в рогов шоп 9300 пол красивый да да очень вот мне еще очков не хватало тяжелые саш ну расскажи что нибудь я в тоске в печали что нечего купить мы в париже столица моды ммм мм 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 полторы тысячи евро надо брать да очень круто мм 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 ты просто фэшн диво ну мм 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 талис мм 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 мх дар И это, что ты думаешь? Нет. Почему ты смотришь на меня? Ой, красиво. Ну все, кажется, я переметнулся на Лоэва. Да, на Эль. Блин, Сиаго, фак ю. А вот этот открывать не хочешь бесконечно? Да, хочу, наливай. Проходящий секс. Вообще. Нереальный курт Кобейн. Да, большинство. Все, хватит. Все, потом расскажем, что купила. Включай. Боже, как красиво. Вечерний Париж прекрасен. Все туристы собираются здесь для того, чтобы сфотографировать этот шикарный вид на Париж. Это Шамп-Зе-Лизей, Елисейские поля. Стой, беги, говорю. Что за пингвин там орет? В общем, Париж прекрасен. Супер город. Супер атмосфера. Супер настроение. Все супер. Вот. В общем, все супер. Спасибо вам, что вы смотрите. Шум, моя мама смотрит. Любовь Анатольевна, говорю, простите. Простите, пожалуйста. Любовь Анатольевна. Любовь Анатольевна, простите, пожалуйста. Еще раз. Любовь Анатольевна, простите, пожалуйста. Красиво. А есть такая большая? 52, типа. Говорим по-русски в батыге. Это прикольно, но это непонятно, что с этим делать. Ну, это какие-то из каких-то. Как раз жир прикрывать. Не судьбина. Вот все красивые, новые ботинки. И в ЦУМ ездил. Вот у меня такие же есть плетеные, вон как те. Ой. Ой, что ты зашла? Все. Ты грустишь, Саш? Я тебе хочу вас положить спать всех. Нет, мы не отказываемся. Отказываемся, мы веселиться хотим. Ботиночки новые. Пойдемте. Все, хватит вам, потом штырьмы будет. Ну, в общем, мы дошли до Болинсяги на Сент-Эн-Аре. И нашли здесь сапоги в 42-м размере. Покажи. И, в общем, на эти сапоги я тоже возьму. На них скидло 50%. За сапоги за твои. Тыщ. Саш. Ты грустный смайлик. В общем, мне придется чемодан. Саш. Привет. О, нет. Что вы думаете? Нет, да? Нет. Ну, я до завтра подумаю. Бывает надо. Ты рок-н-ролл? Саша, рок-н-ролл? Нет. Я крейзи, слушай, рок. И ты спас Болинсяга. Спасибо. До встречи в следующем году? Да. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Зачем я это купил? Ну, в общем, сапоги купил. Болинсяга высокие. Еле влез. Но теперь к сапогам должен прилагаться ассистент. А это будет Шу, который будет тебе экс снимать. Потому что сам я это перестал. У нас третий день в Париже. И на часах уже два. Спросите, почему? Я уже четыре часа гуляю, а Шу с Ивановым так праздно провели ночь, что они только недавно проснулись. И вот здесь слева или справа на экране мы покажем вам кадры, которые были сделаны этой ночью, чтобы вы поняли, как было им весело и почему они проснулись поздно. А еще слева или справа мы разместим фото из моих стори по Париже. Потому что я уже погулял, дошел до Эйфелевой башни. Уже насладился городом. Но Шу в этот раз с Эйфелевой башней не побывает. Потому что второй раз мы туда не пойдем. Плана никакого нет. Мы просто гуляем. Сейчас мы зайдем еще один магазин, а потом пойдем в Морель. Ку-ку. В общем, пару часов назад я пытался найти магазин Ами Пэрис, а его не нашел, потому что не дошел буквально одну улицу. А сейчас мы его нашли, потому что он находится на улице Рю Дальжея. Рю Дальжея. В Мессуоне предлагают квартиру купить. У меня не стесняются. Ммм. Умм. Умм. Не стесняется. Прикольно. Очень круто. Две четыреста стоит. Скидочек нет. Тут еще такое же бежево-серое есть. Красиво. Блин, они тяжелые, как собаки. Я вообще не знаю, как это все в Москву. Красивое они сделали пальто, да? Очень. Зачем мы зашли? Надо белое брать тогда. Сейчас еще раз померяю. Ну что-то у них пальто в Амми получается дороже, чем я купил в Алоэво. Алоэво Люкс, Амми. Мизу. У меня тащить не все. Суперлимитедедед. Всего четыре в Париже. Суперлимитедед. Коллекшн. Суперлимитедедед. Окей. Дай мне время. Суперлимитедедед. Ну, пальто симпатичное. Ну, мы пойдем бродить дальше. Ну, мы пойдем бродить дальше. Ой, корреля большая. Видите, даже у меня иногда включаются мозги. Суперлимитедедедед. Красиво, но для Аны очень дорого. Потому что, например, зеленая стоит 800 евро. А эта стоит 2,4. А еще везде скидки. Вон, в Оленсиаге скидки. Минус 50. Ты был там уже? Да, вчера. Я тут сапоги купил. Точно. За сапоги и за твои. Просто шум накерялась вчера еще днем. Даже не помню, в какие магазины мы заходили. Кстати, видели? У меня какой-то раз с бокалом пива. Исправляем с торцем. Мы сейчас дошли до Морэ. И находимся, на самом деле, в пультовом месте. Отзывается на кафе Дэвитто. Находится это кафе на улице Рю Дэс Аршив. И, кстати, можно еще кое-что расскажу? Да. Я прям ненавижу, когда пиццу едят вилкой и ножом. Если вы едите пиццу, ешьте ее руками. Вот так. Это самое классное. Зачем ее портить? Ножом идут. Столько полезной информации рассказываешь всегда. Одна полезная информация. Да? Да. Ешь, а то я с ним все. Мы поели, пил, попили. В туалет сходили. Идем сейчас в сторону Сены. Увидим Нотр-Дам-де-Пари. А справа от меня потрясающее здание, которое называется Отель-де-Виль. Оно очень красивое. Ну и на самом деле по Парижу можно просто бесцельно гулять, потому что красиво везде. То есть можно принципиально не брать карту. иногда в навигатор посматривать. И все. Просто бродить. Дорога Флайф. В Парисе. В общем, Нотр-Дам-де-Пари. Вот там торчащие башни. И видно, что идут ремонтные работы. То есть не пойдем к Нотр-Даму? Пойдем. Пойдем вон мост. Пойдем. Пойдем. И видно, когда едешь в какое-то известное место. Аккуратно. Которое, ты знаешь, по картинкам. В итоге оно так оккупировано туристами, что ты просто ничего не видишь. И мне кажется, что Нотр-Даму просто надо было отдохнуть. Правда, может быть, это звучит философски, но мне правда кажется, что собор хотел отдохнуть. А в этом дворе Нуро всегда проводят показы Лои Виттон. Строят декорацию, каждый раз новую. И делай шоу. Застала за преступление. Такая вкусная паблова. Попробуй. Да? Давай. Это самое вкусное паблова в мире. Вкусно. Больше профитроли. Морозное. О-о-о! О-о-о! Мне опять надо рот открывать? Быстрее сейчас ухудет все. Давай. Ай! А сейчас, дорогие мои подписчики, дорогие мои фолловеры, все те, кто поставили колокольчик, кто следит за влогом Rogue of Life, за моим инстаграмом, я вас хочу поздравить с наступающим новым 2020 годом, пожелать вам исполнения всех самых заветных желаний, чтобы у вас была возможность путешествовать, смотреть на красивые места, позволять себе красивые вещи и не гундеть. И вообще, I has to travel. Класс должен путешествовать. Так что наслаждайтесь красотой своего города, наслаждайтесь возможностями, которые вам дарит эта жизнь. Потому что я, Саша Рогов, у которого когда-то ничего этого не было, а сейчас есть. И я в Париже, на пляс Ван Дом. И здесь очень красиво. Снега пока нет, наверняка еще будет. А сейчас мы с Шумом, после небольшой прогулки по ночному Парижу, отправимся в отель и устроим анпекинг. Давайте. Три, четыре. Я пришел. Ой. Ничего себе. Ой, мамочки, какие тяжелые. Ну что, я надеюсь, что завтра ничего не произойдет такого, что заставит нас снова взять в руки камеру, поэтому влог закончится в данный момент распаковкой. И покажу вам, что в итоге купил. Как видите, большинство пакетов из магазина Лоэве. Я думаю, вы уже поняли, да, что в Лоэве нам было очень весело и пьяно, и часть покупок абсурдных. Ну и что? Здесь сапоги, в которые я на Веню Монтейн не влез, но на Сент-Ан-Арэ был размер больше. И я в них влез. Снять их самостоятельно невозможно. И с меня их будет стягивать, видимо, кто-то, кто будет находиться рядом со мной. Но чаще всего эта участь будет доставаться Шум. Шум, поздравляю. За сапоги, за твои. В общем, классные сапоги. И особенно приятно, что Balenciaga для клиентов бренда уже действовала сейл на минус 50. Поэтому, если ты в базе, то тебе сразу делали скидку на часть моделей. И вот эти сапоги вошлись мне в два раза дешевле. Стоили они 1400 евро. Я их купил за 680, что ли. Ну, в общем, мне кажется, симпатичная покупка. Часто носить буду вряд ли. Но классно, когда у тебя такая пара обуви заметная и меняется. Кладем обратно в пакет. Как я потащу все в Москву, я не знаю. Пустых чемоданов у меня нет. Начнем с очень странной покупки. Эта вещь лежит у меня здесь, в огромном кофре. Готовы? В общем, я не устоял. Купил себе эти желтые сапоги, штаны. И что приятно, в Lava тоже действовали скидки минус 50%. И вот эти подиумные вещи, как желтые сапоги рыбака, обошлись мне в два раза дешевле. Даже дешевле, чем черные высокие сапоги, которые у меня уже есть. На них мне сделали по знакомству минус 30. А эти я купил уже минус 50. И взял на размер больше. Мои черные 41 размера, эти 42. И они комфортнее. Но черные примерить возможности у меня не было. Опять-таки не знаю, насколько часто я их буду носить. И вообще, когда я их в ближайшем будущем надену. Но они суперкрутые. И в этом случае, конечно, я себя считаю фэшн-коллекционером. Такие вещи, это уже коллекционные экземпляры. И мне приятно быть обладателем вот такого. Следующая вещь. И, конечно, если бы я видел, что очки Lava продаются еще вот в таком классном чехле с карабином. То я бы еще меньше думал. Круто же. На самом деле, классно придумали, что ты можешь чехол от очков реально повесить на шлевку брюк. И чехольчик от очков становится классным, прикольным аксессуаром. При этом очень добротно исполнен этот аксессуар. В общем, чехол супер. И тут очки. Что-то вздыхает, как будто бы не видела. Пьяненькая была, наверное, да? У меня широкое лицо, поэтому мне вот такая широкая оправа подходит. Металлические. Это не пластик, это реально металл. То есть они полностью сделаны из металла. И в металлическую оправу вставлены очки, линзы. Мне очень они нравятся, очень удобные. Классные. Ой, простите. Единственное, о чем я не подумал, они полностью зеркальные. Их, конечно, все время придется натирать. И минимально на лице трогать. Но, опять-таки, это не очки на каждый день. Когда я их буду надевать, буду за ними следить. Классные очки. Стоили 300 евро, кстати. Вот это из новой коллекции. Скидку на них мне не делали. Дальше у нас что-то в этом кофре с вешалкой. Боже, как я люблю детали. Вот вроде бы просто тканевый кофр. А здесь, смотрите, очень красивая такая кожаная фирменная нашивка. Луэва из натуральной кожи. Это, конечно, очень важные моменты для потребителей люкса. Когда ты не просто покупаешь вещь, а ее еще красиво упаковывают. Классный кофр. И, конечно же, этот кофр что? Правильно, поедет со мной в Москву. Посмотрим, что здесь. Ой, это очень красивая вещь. Я не устоял. Я вообще обожаю пальто. Я даже сказал, что я пальто коллекционирую. Верхняя одежда. Это вот такое пальто Луэва. Из разных шарфов кашемировых. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Круто, что здесь разные цвета. И серый, и молочный, и бежевый, и черный, и оливковый. И такое пальто можно будет носить с чем угодно. И с объемным свитером, и с водолазкой. И оно достаточно объемное. Можно будет накидывать его поверх пиджака. Потому что у меня очень часто бывает проблема, что надеть на пиджак. И вот это пальто очень мягкое, объемное. Его можно носить как пальто на пиджак. Очень красивое пальто. Кофр не менее красивый. Может, там еще что-то? Ой, я забыл. Так, здесь еще одна вещь. Тоже в таком же красивом кофре Луэва. С кожаными держалками, на мой уме. Ой, ну эту вещь я очень любил. Еще когда на сайте увидел. Это такой короткий тренч с подкладом из пледа. И этот подклад можно носить отдельно. И вот эту короткую куртку тоже можно носить отдельно. Она смотрится здорово. Поверх простой объемной белой футболки с джинсами будет здорово выглядеть. Ой, какой молодец. Как я хорошо пошопился. Тоже со скидкой купил. Цены нет. И, слава богу, не буду вас травить. И здесь еще одна вещь. Это вещь из новой коллекции. Купил я ее без скидки. Чтобы вы не думали, что я только из-за скидок убежал в Луэву. Здесь у нас шорты. Кожные шорты я решил не брать за 2000 евро. В следующий раз возьму на распродажу. Я купил вот такие шорты Бермуды удлиненные. Мне они очень нравятся. Они из плотной такой приятной брючной ткани. В общем, крутая вещь. И вот такие шорты можно будет надеть, например, с моими высокими ботинками Баттэ Гвенита. В общем, вот такие у меня покупчики. Я доволен. Я рад. Я счастлив. Когда все это надену, не знаю. Потому что это, как вы видите, уже не вещи первой необходимости. Потому что базы и какие-то нейтральные вещи в моем гардеробе уже имеются. И я сейчас уже по крупицам собираю свой такой необычный, чудаческий, странный гардероб. Ну что, пока. Всем спасибо. С вами был я, Александр Рогов. Ваш самый любимый влогер, самый любимый стилист, самый любимый телеведущий. Самый любимый человечек. В общем, самый любимый все. Подписывайтесь, комментируйте. И помните, что в течение целого дня после выхода влога я лично каждому комментарию, ну, естественно, хорошему, ставлю лайк, сердечко. И иногда даже отвечаю. Все, пока. Пока. Ой. Ладно, все, точно. Теперь главное по чемоданам распихать. Но, видимо, сапоги повезу в пакете. А все остальное надо распихивать по чемоданам. А у меня нет ручной клади. Я тоже не могу. Все, домой пора. Все, все, все. Хватит уже. Все, влог закончен.